Снегопад, резкое потепление, образование наледи. Конструкция веранды в детском саду номер 59 не выдержала погодных капризов и обрушилась. К счастью, инцидент произошел в ночное время и никто не пострадал. Теперь все конструкции на площадках детских садов подлежат проверке сотрудниками хозяйственно-эксплуатационной службы. На сегодняшний день продолжаются работы у нас по проверке соответствия детских веранд. Проверяются как конструктивные элементы, так и соединительные приспособления, сварные швы, болтовые соединения. Проверяется сам металл, насколько он подвержен коррозии и, соответственно, металлические конструкции проверяются на пригодность дальнейшей эксплуатации. Все замечания будут направлены подрядным организациям. В гарантийные сроки они обязаны исправить повреждения. Если сроки гарантийных работ прошли, недочеты устраняются силами хозяйственных организаций. Возможно, теперь в существующие нормы для таких конструкций будут внесены изменения с учетом погодных условий. Но к какому выводу мы однозначно приходим, что даже при том, что все существующие установленные, вновь установленные варианты, да и существующие соответствуют техническим паспортам и требованиям безопасности, все-таки на будущее, особенно при производстве новых конструкций, нужно учитывать наши погодные условия, перепады в 20 градусов за сутки, снежные покровы, которые, как вы видите, в этом году достаточно обильная зима и делать запас прочности минимум 15-20 процентов и таким образом вкладывать это сразу в конкурсную документацию, в техническое задание и в требования к поставщику и к производству работы. Уборка территории и крыш веранд – ответственность администрации дошкольных учреждений. В период обильных снегопадов собственных сил зачастую не хватает, говорят заведующие. В такие периоды работникам детского сада будет оказываться содействие, пообещал Олег Дмитриев. Здесь для уборки с крыш веранд не требуются допуски, допуск требуется 5-6 метров и выше, но тем не менее дано поручение, что облегчить и работу, и участь администрации дошкольных образовательных учреждений, тем более мы все прекрасно понимаем, что это в основном женщины, женский состав, если дворники, то это там один человек. В общем, как-то это облегчить. Мы предпримем меры и силами ХЭСа будем этой работой заниматься. Проверки проводятся до 12 февраля. Пока значительных нарушений не выявлено. Некоторые веранды требуют косметического ремонта. Он будет проведен силами хозяйственных служб. Полина Бахова, Артём Ломоносов, телекомпания Одинцова.